здравствуйте в студии олег хилл с самыми актуальными новостями на четверг 2 июля на очередном своем заседании борис джонсон вступил в дистанционный спор с никола стерджин из-за ее угрозы изолировать людей въезжающих в шотландию из англии борис джонсон высмеял неоднократный отказ николы стерджин исключить этот шаг сказав что это абсолютно удивительно если она вообще подумала о том что это может быть вариантом границы между англией и шотландии не существует заявил джонсон в свою очередь на своем ежедневном брифинге в эдинбурге госпожа стерджин обвинила премьера в абсурдных и нелепых политических комментариях заявив что существует географическая граница между англией шотландии чувствуется что возникла очередная напряженность в отношении между мистером джонсоном и мисс стерджин которая ранее обвиняла его за то что он действовал безрассудно слишком быстро ослабляя карантин чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии wbc тайсон фьюри пожаловался на проявление расизма из-за своего цыганского происхождения по словам спортсмена когда он совершает пробежку по дороге люди высовываются из окон машин оскорбляют его по национальному признаку и едут дальше кроме того на дверях британских пабов но если верить самому фьюри может быть написано что цыганам вход внутрь запрещен я белый говорит он но в 2020 году страдаю от расизма потому что я иностранного происхождения цитирует боксера дэйли мэйл поймите я же цыган ну что я могу без гитара достаньте гитару прошу я вас я ему сыграю вся боль пройдет но он видит меня цыгана а гитару не видит и сразу волнуется ему нельзя волноваться у него операция медузу гигантских размеров нашли на пляже великобритании ее увидела пятилетняя девочка во время прогулки по побережью с отцом ребенок увидев почти плоскую медузу на берегу подумал что это тень отец девочки побоялся подпускать ребенка к потенциально опасному созданию но ребенок все же уговорил папу сделать несколько снимков судя по фотографиям это медуза относится к виду арктических цианий являющихся крупнейшими медузами в мире если циания ужалит человека то может оставить ожог крупные особи этого вида беспозвоночных считаются потенциально опасными для людей ну не знаю я на местном побережье только маленьких акул да крабиков находил а вам тут что интересного попадалось внимание автомобилистов компания volvo отозвала 8 моделей включая xc60 сделанные в период с 2006 по 2018 год из-за опасений по поводу безопасности эта проблема затрагивает 8 различных моделей volvo и касается гибкого стального троса который находится в ремне безопасности передних сидений volvo утверждает что износ кабеля может привести к снижению функции удержания ремня безопасности в случае экстренного торможения список вы можете увидеть на экране ну да получается и хорошая машина может подвести а вот хороший инструмент никогда лучший подарок для мужчины инструменты аргио иса всегда к месту на кухне в походе на охоте и в любых экстремальных ситуациях аргио иса всегда рядом всегда поможет по промокоду лап 07 вы получите скидку на любое изделие этой компании тфл транспорт лондона обвиняют в том что они запрещают водителям автобусов заставлять пассажиров надевать маски как это стало обязательно пару недель назад работники транспорта утверждают что им угрожали дисциплинарным взысканием если они попытаются не впускать пассажиров без масок несмотря на то что они подвергаются высокому риску заражения вирусом тфл нанесли ответный удар заявив что зато они не заставляют носить водителей маски для лица и не будут за это делать выговор согласно новым правительственным постановлениям полицейские работники тфл имеют право приказать людям выйти из автобуса или из транспорта если они не носят хотя бы покрытие для лица владельцы пабов сообщили что готовятся держать свои двери закрытыми в предстоящую супер субботу несмотря на то что всем пабом разрешено открыться после трехмесячного карантина владельцы некоторых пабов говорят что в эти выходные есть опасения что они не смогут безопасно работать так как посетители готовятся выпить все что смогут после первой выпитой пинты некоторые даже опасаются что отделение скорой помощи могут быть заполнены пьяными в таком масштабе который обычно происходит в канун нового года то время как крупные пабы ну такие как в эзерспун планируют открыть сотни своих пабов по всей стране с помощью целого ряда мер безопасности некоторые пабы поменьше решили не открываться в эти выходные заявив что они еще не готовы к безопасной работе ну а вы пойдете промочить горло в ближайший паб звезда монти пайтон сэр майкл пейлин присоединился к призывам изменить дизайн одной из медалей королевы после того как была подана петиция утверждающая что этот орден расистский и похож на убийство джорджа флойда в одной из самых высоких наград королевы ранее была изображена белая фигура ангела стоящего на шее черного человека изображение изменили в 2011 году на изображение светлокожего дьявола а убивающий его является изображением архангела михаила сэр майкл был назначен рыцарем командиром ордена святого георгия и святого михаила в 2019 году когда дизайн был уже со светлокожим дьяволом а вот ранее получивший награду генерал-губернатор ямайки сэр патрик аллен заявил что он больше не будет ее носить пока ее не переработают кабинет министров заявляет что предпосылка петиции является не точной поскольку дизайн был переработан 9 лет назад и теперь содержит светлокожего дьявола ну а вам какой дьявол больше по душе черный или белый а новостей на сегодня больше нет увидимся с вами завтра